Подробности из первых уст. Отравленный новичком британец дал первое интервью прессе. Чарли Роули признался, что нашел флакон, который принял за духи и подарил его подруге. Какие новые детали расследования известны, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Чарли Роули выписали из больницы меньше недели назад. В свой дом он так и не вернулся. Здание все еще опечатано полицией. О новом месте его проживания ничего не известно. Но мужчине разрешили пообщаться с прессой на нейтральной территории. Эксклюзив достался британскому телеканалу ITV. В своем первом интервью Роули рассказал, что именно он нашел коробку, которую принял за парфюм. Она была запечатана в целлофановой упаковке и выглядела очень дорого. Пару дней коробка пролежала у него в доме, пока он не подарил ее своей подруге Дон Стерджес. Та узнала дорогой бренд и сразу же надушилась содержимым флакона. Я, наверное, заразился, когда вставлял распылитель во флакон. Он был отдельно. Часть жидкости попала мне на руки. Она была очень жирная и почти ничем не пахла. Я сразу же помыл руки под краном и даже и не думал об этом. Буквально через 15 минут Дон Стерджес почувствовала себя плохо, попросила таблетки от головной боли и очень быстро потеряла сознание. Неделю Стерджес пролежала в реанимации, в коме. Роли, похоже, спасло то, что он сразу же вымыл руки после контакта с нервно-паралитическим веществом. Сам он в коме пробыл две недели. А последствия отравления чувствует до сих пор. Ему все еще сложно концентрировать внимание. Есть и проблемы с памятью. Он так и не может вспомнить, где именно нашел флакон с новичком. Роли предстоит длительная реабилитация, особенно слабые мускулы ног, ведь новичок поражает нервную систему и приводит к параличу. Новые подробности этого отравления оставляют другой вопрос. Был ли это единственный флакон с токсичным веществом? Власти уже призвали жителей Солсбери и соседних городов не поднимать с земли никакие предметы. А детективам все еще предстоит объяснить, как этот флакон с новичком связан с покушением на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.